Всем доброе утро! Показываю свой завтрак. У меня сегодня нектариновый бутерброд. Это, кстати, очень вкусно. Что мне и нравится, и не нравится в айфоне, это то, что он передает очень, типа, естественные цвета. Видите, какие темные. Ну да ладно. Здесь просто дохлет, крем-сыр, нектарин и мёд. Это очень-очень вкусно. И вообще так можно экспериментировать с любыми фруктами ягод. Я, наверное, кормим яблок и груш. Потому что такие фрукты нужно с маслом сливочным припустить на сковороде, потому что иначе не очень прикольно получается. Кофе себе сегодня. Сейчас добавлю сливок. Там пирог Леша ел. И он распускается. В общем, мне сегодня понедельник без тренировок. Я уже рассказывала, почему. И я собираюсь потихоньку идти на работу. Боже, ребят, только снимала вам завтрак, а уже обед. А уже обед. Я ходила на работу, всё поснимала, что мне надо и не надо. Да. Вообще, можно было бы, конечно, ещё там подольше остаться, но там был ремонт на точке. Поэтому я решила, что перенесу на другой день. Сейчас мы пообедаем. Я буду всё это выкладывать. Потому что одно дело по порты. О, Боже. Я свиня. Можем дело всё это оформить и выложить. И будем готовить лапшу. Да пахнет яд, скажи. Пахнет как. Монка, да как пахнет. Сейчас будут гореть, блин. Так, курочка у нас подворотилась. Теперь добавляем лук и кладкий перец. И там по рецептам на упаковке ещё есть кукуруза консервированная. Где отправляем? Я её люблю. Всё, прожарим это вместе несколько минут. И параллельно ставим воду на лапшу. Всё вместе прожарилось до аппетитненького вида. Добавляем наши лапши. И сюда ещё по рецепту добавляется 8 столовых ложек соуса терияки и 2 столовые ложки бульона или воды. И тушим минуты 2-3 вообще по рецепту всё это вместе и, собственно, готово. Вот такая красивая лапша получилась. Прям очень аппетитная, особая, прям как с картинки. Здесь, да, сверху лук и кунжут. Она быстро остывает. У меня сегодня прям каноничные в такой мисочке подходящие палочки всё покупала, короче. Вечер в азианском стиле. Дождь лупанул. Мы с нами же хотели пойти кофе попить, но что-то как-то, не знаю. Печальненько. Он тут работал весь день, не он по своей работе, я со своей работой. Потом пошла в курс, приготовила, думала, вечером хоть прогуляемся. Сейчас не знаю. Мне только дошло, что я вам себя сегодня даже не показала. Прикол в том, что у меня уже... Я даже это вырезать не буду. Прикол в том, что у меня уже волосы упали. Сегодня, получается, четвёртый день, как я ходила после афро. Всё, это 5 суббота, воскресенье, понедельник. Да, я ходила сегодня с косичкой такой прикольной, растрёпанной на работу. Мне очень понравилось, тоже не красилась сегодня. И, в общем, я к тому, что эти локоны афро держатся реально долго. Особенно, если будете их сухим шампунем сбрызгивать. Прикольная штука. Если получится, я перед Киевом это сделаю. По поводу Киева. Да, хотела рассказать, что мы же с Лёшей планировали поездку в Киев на пару дней буквально. И мы её так и планируем. Купим, наверное, уже билеты. Ищем квартиру какую-то, хотим в центре прям. И, знаете, я сегодня была на работе, Лёша звонит и говорит, «А ты там видела, что в Киеве происходит?» А я, знаете, в последнее время из-за того, что там новая работа, кулан, курс, там тренировки, я вообще в это ударилась. Я все новости практически не читала. Тревога, да и тревога. Ну, что-то где-то мало пахнет. Ну, пахнуло. Ну, то есть я сейчас концентрирована была на другом. Я читала, да, что в Киеве тоже там шахи долетают. Но как-то, знаете, не углублялась новость. И тут углубилась. В Киеве какая-то непонятная хрень происходит постоянно. Сегодня вообще там жесть была. Там очень много ракет летело. И вроде бы как подзбивали. Не знаю, но видео жуткие оттуда. И как дети кричат, бегут. И как осколок падает прямо вот на дорогу. Буквально за секунду. Вот через секунду после того, как проехала маршрутка. То есть если бы этот осколок горящей ракеты упал бы на маршрутку. Скорее всего, она бы рванула. И это была бы страшная катастрофа. То есть это очень-очень страшно. Это тоже прям центр Киева. Я думаю, боже. И Леша говорит, а мы вот с тобой собрались. Ну, мы с ним вместе пришли к выводу, что, ну, что теперь делать. Ну, мы сами живем в прифронтовом городе. Мы знаем, что может быть задница. У нас тут тоже бывало такое, что, ну, вы знаете, что у нас здесь было. И ты, в принципе, не застрахован. Ты можешь бежать куда угодно. Но если ты здесь, ты в Украине, ты постоянно подвержен какой-то опасности. Постоянно. Поэтому прятаться, что-то там отменять, я вообще не вижу смысла. Просто не вижу смысла. И я не одна даже так же мысль. Поэтому в Киев мы все равно собираемся. И в Киев мы с вами поедем. Вот. Посмотрим. Потому что я с Киевом вообще не знакома. Я видела только там вокзал, аэропорт. Ну, и, собственно, все. Ничего я в Киеве не видела. А очень-очень хочется. И хочется именно в центре погулять, знаете, ощутить его атмосферу. Я очень хочу попасть в ЦУМ. Мне кажется, это какой-то очень огромный, крутой торговый центр. Да? Вроде бы там должны быть классные, интересные магазины. Я не как мама там шататься целыми днями по торговым центрам. Она вот это любит. Но что-то бы глянула из тех магазинов, за которыми я слежу. Вот, по-моему, The Lace. А вот тут тревога. The Lace бренд, который мне нравится. Вот он же, по-моему, киевский. Ну, он там точно должен быть. Я бы зашла на лето, бы пару вещей присмотрела. Главное, дожить. Ну, сам факт, что хочется проникнуться столицей. Вот именно ощутить ее, посмотреть на этот движ, покататься в метро, посмотреть и побывать в этом ЦУМе. Крещатик. Ну, то есть, хочется вот там побывать, несмотря ни на что. Поэтому буду благодарна, если вы напишите, чего такого основного следует посмотреть в Киеве, в какие заведения сходить. Учитывая, что мы там будем всего лишь два неполных дня. То есть, времени у нас не так уж и много, и бродить по куче экскурсий вы, конечно же, не будете. Думала, завтра будет Восток, а у нас завтра не будет занятий, потому что оно девятое выпадает в месяц, а у нас восемь занятий. Мне так хотелось завтра на танцы. Вот уже начинается ломка. Я сегодня не пошла на Хиллз, потому что там замена. Думала, пойду завтра на Восток. Завтра Восток отменяется, я понимаю, что все, мне надо идти танцевать, что мне делать? Как мне Индию взять? Куда мне идти? Может быть, завтра будет группа по Хиллз, а ее не будет. И ты прям реально уже чувствуешь какую-то ломку. То есть, настолько я привыкла танцевать. Но сейчас я немного выдохнула, потому что с понедельника у меня началась конкретно работа с тремя точками. Я сегодня отфотала, я сегодня уже повыкладывала, я расписала себе план. То есть, у меня каждый день есть какое-то определенное количество контента, которое я должна выложить. Я сама себе этот план придумала, согласовала с начальством, они согласились. То есть, у меня там на три точки одинаковый план. То есть, в понедельник я выкладываю истории, во вторник у меня посты истории, среда рилсы истории, четверг истории. То есть, у меня каждый день идет на каждую точку какой-то контент. То есть, по сути, это работа постоянная. Главное просто отфотать красиво и потом все это оформить. То есть, работа на самом деле интересная, но не просто в плане именно воображения. И время все равно нужно тратить. Кажется, что там, пошел, сфотол и выложил. Фигня. Я сегодня потратила реально полдня. Полдня на то, чтобы сфоткать, выложить и как бы продумать, что-то где-то обработать. То есть, если ты делаешь, ну, стараешься, по крайней мере, делать красиво и качественно, это не занимает. У тебя мало времени. Такая вот интересная работенка у меня. Теперь вы можете меня поздрать. Хотя еще поздрать, наверное, рано, потому что я все еще на стажировке, но тем не менее. И, в принципе, у меня сегодня было в планах пойти на работу, сделать план, выложить что-то по работе, приготовить обед, снять влог. Я, в принципе, все сделала. Просто видео могут быть такие немного сумбурные из-за того, что я там могу работать еще параллельно, потому что пока что мне сложновато это все объединять, но я надеюсь на ваше понимание. Еще хотела сказать по поводу рецепта собы. Я слышала, что там, когда я курицу жарила, почему-то шум от жарки на передний план пошел. И в городе так было. Я не знаю, почему вот так вот случается, как это настроить. Но у меня такая ерунда и с Samsung была, но здесь прям очень активно это слышно. Прям очень слышно жарку, а меня не слышно. Подскажите пользователю айфонов последних, что с цимробы? Десять часов ехать у нас. Вильных месть. Так, люкс. Сколько люкс за речь стоит? Больше двух тысяч. За одного? Да. В смысле, больше, ты говорил, тысяча девяносот. А, там и с этими. Две сто. Две сто за одного? Ага. Да там должно быть и не знаю что. А все люксы были раскуплены. А то почти все люксы раскуплены. Фигай себе, блин, так это капец. Вот видишь, два есть. Ну, типа, я не понимаю. Я просто не понимаю, за что вот такие деньги, типа. А тут еще без кондиционера, а почему люди без кондиционера? Вот такой люкс. А купе? А купе? Купе, а как понять, что рядом? Вот туалет. Нет, 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 я имею в виду, как рядом, чтобы мы сидели рядом. Ну, нечетные это сверху, ой, снизу, четные это не снизу. Чего? Короче, бери. Восьмой верхняя палка, седьмой, ну, типа, нечетные места. А мы как возьмем? Одно лишнее, одно верхнее. Ага, правильно. Тридцать шоу, тридцать шоу, тридцать шоу. Так вот, в одном вагоне я буду здесь. Как раз у меня осталось. Ну, бери тридцать шоу, тридцать шоу. Давай в разных вагонах возьмем вообще. А ты видишь, что занято почти? Ты видишь, это вот весь поезд. А, это вагоны разные. Давай в разных вагонах возьмем. Зачем? Ты еще напрашиваешься? Слушай, Ляня, все раскуплено по два. Кроме того как раз-таки. Тридцать шесть, тридцать пять было. А что такое? Что такое? Не поняла. Тридцать шесть, тридцать пять. А что, никто не хочет брать из-за туалета, да? Я так поняла. Ну, мы ехали с Киева в Альбом, господи, в этом. Соображай, соображай. Я не помню. В Вагонах-то, да. В Вагонах-то, да. Вот, мы у нас было за туалет поворачивали. И что? Вообще пофиг. А что тут никто не берет эти места? Ну, фиг знает, что мы не ходили там. А еще есть что-то? Боже, капец. Зачем так это? Тридцать четыре, тридцать три можно взять, типа, как будто бы подальше, да? Ну, бери тогда тридцать шесть, тридцать пять, что? Зато нам недалеко будут в туалете. Что хотят? Вот, номер два. Сейчас нанесу крем. И, собственно, вся моя вечерняя рутина окончена. Я просто ванну принимала. Еще крем для рук тоже возьму. Мне нравится крем от Нидли. Очень хороший, приятный. Он очень хорошо увлажняет кожу рук. Ну, дорогенький, конечно. Дорогенький. Но мне он приятнее, чем Систерса Рома. И запах у него очень классный. У него действительно приятный аромат пионов, там еще чего-то там. Я уже забыла. Там прям целая парфюмерная композиция у этого крема. Вот. Купили такие билеты в Киев. А, еще хотела пару слов сказать по поводу этого крема. Мне он не очень подошел, наверное, потому что достаточно жирноват. Вот гель, который был от Нидли, гель-крем, он был офигенный. Вот он мне больше шел. Но там мне как будто бы чуть-чуть не хватало увлажнения. Здесь как будто бы с ним перебор. Так вот, да, билеты мы купили. Поедем в Киев. Надеюсь, все будет нормально. Вот. Просто потому что там выходные выпадают, поэтому мы так и едем. Все. Так, завтра танцев нет, значит, тоже посвящу себя работе. Может, что-то приготовлю. Я не знаю даже, чем вы завтра делаете. Представляете, танцев нет, на работе сегодня много чего поснимала. Может, завтра мы в цех поедем. Я уже не знаю, что и планировать на завтра. Может, поехать поискать какой-то костюмчик в поезд. Я только что с Лешей разговаривала. Говорю, это же надо переодеваться, когда ложишься спать в поезд. Он говорит, да. Я говорю, у меня есть пижамка подходящая. Какая пижамка? Должно быть все, чтобы закрыто, потому что ты что, будешь касаться ногами этого всего? Вот там эти быльцы, эти микробы. Я такая думаю, блин, ну серьезно, как-то в шортах не хочется. У меня все пижамы такие, они жаркие, они с шортами. Может, какой-то костюмчик надо поискать. Я просто никогда в поезде, кажется, не ночевала. Если ночевала, это было в далеком-далеком детстве, тысячу лет назад. Я вообще не помню, как это было. Поэтому надо немножечко подготовиться к такому маленькому путешествию. Буду благодарна за ваши комментарии по поводу столицы. И благодарю вас за просмотр. Супер рецепт собы, думаю, вам понятен. Он очень-очень простой. Кстати, вот эта катана гречневая лапша, она с рецептом сзади. Поэтому, если вы не поняли мой рецепт, там сзади можно почитать. Прямо сельпово продается эта лапша. Приходите в инстаграм, берегите себя, пожалуйста. Всем пока! Продолжение следует... Продолжение следует...